Здравствуйте, мои маленькие русофобы и любители фейков! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, что Россия выбрала не тот путь для того, чтобы стать великой, а это значит, что в эфире «Мнение дилетанта». Такая моя механика. Знаете, с чего я начну? С моего случайного появления на Майдане украинском 1 декабря 2013 года. Да, россияне, наверное, и не помнят, это украинцы хорошо знают хронологию, и я эту дату запомнил, потому что так получилось. Ведь Майдан начался именно 1 декабря 2013 года, потому что в ночь на 1 декабря Янукович разогнал студентов, митинговавших на Европейской площади в Киеве, там как-то очень жёстко разогнал, и 1 декабря народ прям вышел, собрался, кучу народу. Почему я случайно оказался? Потому что мы планировали заранее приехать в Киев 1 декабря на оперу мусоргского «Хованчина» или «Борис Годунов?» По-моему, на Хованчину тоже, на Бориса Годунова. Блин, вот видите, вот это я забыл уже, на Бориса Годунова. Помню Майдан, помню, как в оперном театре Киева показывал, где убили Столыпина. А какая опера? Не очень, потому что и опера была на самом деле, постановка не очень. Неважно. Мы рано утром, 1 декабря, выехали, не читая новости, ничего, проехали границу, въезжаем в Киев, а там просто трындец какой-то происходит, толпы народа в метро. Мы сейчас происходят в Киевском метро, можете слышать. Ну, в общем, у нас уже были там заказаны квартиры, где мы там как минимум или одну, или две ночи провели ещё. Так вот, я это к чему рассказываю? Дело в том, что я ходил вот по Майдану тогда, в Софийской площади, на самом Крещатике, вот на самом этом Майдане, там на Банковой, общался с кучей людей, и мой посыл был тогда, вот я реально так людям и говорил на Майдане, что Беларусь, Россия и Украина должны быть вместе. России только стоит избавиться от имперскости, только в моём понимании это было не, типа, я имел в виду не в том плане, что не брать на себя лидирующую роль, а что там Чечня, Дагестан, всякие вот такие народы в этом объединении славян не особо-то были и нужны. Я и сейчас так считаю, извините за такой какой-то национализм. И на удивление все украинцы тогда со мной соглашались. Никто мне тогда не говорил, нет, Украина будет независимой, никакого пути вместе с Россией быть не может, и так далее, и так далее. Поверьте, все украинцы со мной, да, да, вот так нормально было бы, действительно, мы бы могли вот вместе, просто вот мы сейчас выступаем против нашего конченого Януковича, то есть тогда вообще что-то против России никто в принципе не говорил. Но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что тогда уже в России давным-давно шли процессы для лишения Украины государственности. И то, что Крым оттяпали в марте 2014 года, это вот с этого все и началось для Украины. А подготовка России к этому, как мне кажется, в голове Владимира Владимировича Путина началась с первого украинского Майдана, когда третий раз там выборы считали, в итоге Янукович, извините, Ющенко победил Януковича, тогда в кулуарах российской разведки, я думаю, что КГБ, собственно, и управляет сейчас Россией, потому что чекисту власти, стал притворяться путь того, чтобы Украина стала марионеткой России. Так вот, как бы странно ни звучало, я даже вот до этой войны 24 февраля считал вполне нормальным, что Россия как митрополия имеет право влиять на Беларусь и Украину, да и на другие народы бывшего Советского Союза славян и вообще иметь голос в этом мире. Проблема в том, какой она путь для этого избрала. Я полностью согласен с утверждением о том, что полностью независимых государств не бывает. Кто-то в чём-то от кого-то зависит всегда полностью или частично в каких-то поставках, технологиях и прочим-прочим-прочим. И получилось так, что Украина из-под влияния России несомненно ускользала. Только дело здесь не в кознях Запада какого-то или коллективного, или каких-то других стран. Понятно, что страны всегда будут соперничать, наверное, там что-то кому-то и Россия плохо делала, и они ей. Дело в том, что сама Россия становится и становилась всё слабее и слабее. Поразительно, что жители самой России, живя внутри, считали, видимо, что страна встаёт с колен только потому, что у них всё больше денег становилось, чтобы покупать какую-то продукцию. В то время как сателлиты России, ну вот страны вокруг неё, всё больше и больше от неё отдалялись и начинали иметь дело с другими странами. Единственное исключение – это, пожалуй, Беларусь и Армения. Беларусь, потому что управляется диктатором Лукашенко, токсичным, с которым просто никто не хочет иметь дело, а белорусы его так и не смогли сбросить. А Армения, потому что окружена врагами и вынуждена именно с Россией иметь дело, иначе бы Азербайджан с Турцией её давно захватили. Так почему же страны отдалялись? Да потому что у власти в России находились люди, которые не страну развивали, а собственные кошельки. Извините, как бы это банально не звучало. Единственное, что Россия научилась за 30 лет независимости от Советского Союза, просто тут недавно был День Независимости России, всегда забавно, от кого Россия была независимой. Ну, видимо, от Советского Союза. Так вот, за 30 лет независимости только продавать газ и нефть. Добывать и продавать. В современном мире, чтобы быть сверхдержавой, этого недостаточно. Хотя возможностей у Российской Федерации быть реально великой страной огромное множество. И как ни странно, проблема только в отсутствии демократии. Опять же, как бы жители страны не считали, что она там есть. Такая огромная страна, как Россия, не может быть централизованной. Она может быть только федеративной, реально федеративной, а не на бумаге. Как это сделано, например, в США, где каждый штат настолько отличен от другого, что вам даже иногда правила движения надо доучивать, чтобы быть уверенным в том, что вас не оштрафуют. В России же, во все регионы назначаются губернаторы центром, которые не особо разбираются в специфике региона. А всё это сделано для того, чтобы в этих самых регионах не появлялись свои региональные лидеры. Но давайте небольшой ликбез. Что такое демократия? Демос – народ, кратос – власть. То бишь, власть народа. В современных реалиях это представительское правление. То есть вы через выборы делегируете своего представителя в парламент, в президенты, в управление губернией. Какие есть возможности. Вы голосуете за партию или человека, который, как вам кажется, представляет ваши интересы и будет делать так, как вам бы хотелось жить, как вам нравится. При этом важно, чтобы выборы, конечно же, были честными и состязательными. Чтобы вы могли выбирать. Потому что, например, вот здесь, в Америке, в США, народ между выборами занимается своими делами. Потом присылают такие довольно толстые книжечки, в которых идёт описание, какие голосования будут на ближайших выборах. Там же не только выборы конгрессменов, сенатов, в местные конгрессы, в местные каунти, но и всякие законы могут проходить. Вот у меня, например, был в одном каунти, где сейчас должна быть поправка, она называется Measures A and B. Хотят повысить налоги для добывающих нефть компаний. И постоянно там идёт реклама, например, по телевидению, в ютубчике том же. Те, кто за поправку, говорят, что, во-первых, нефтедобыча здесь на наше здоровье влияет, во-вторых, почему бы лишние налоги не собрать, которые пойдут на пользу всем. Те, кто против поправки, говорят, мы лишимся многих рабочих мест, мол, эти нефтекомпании уйдут с нашей... Ну, каунти – это типа района. Уйдут из нашего района, перестанут налоги платить, получается. Ну, в общем, вот такое вот конкурентное голосование. Вы знаете, я хотел сделать перерыв во время записи, остановил, и так что-то накатило. Такая безысходность, типа, нафига я вообще записываю это видео? Для чего? Как это изменит войну, что ли, или что его посмотрят люди, у которых что-то в голове поменяется? Потом тут еще эти новости опять про обстрелы Киева, Кременчуга, и опять вот это, как по-белорусски кажутше, огульная млявость и обаяковость до життя накатило. Но я себе постоянно напоминаю, и вам об этом говорю, если такое происходит, вы должны себя заставлять делать те вещи, которые вам нравятся. То есть, мне нравится записывать видео, общаться с вами и говорить об этом. А если вас останавливает эта мысль, что это сейчас бессмысленно, вот ее надо гнать и все равно делать, потому что создание чего-либо, ну вот то, что вы делаете, в итоге будет приносить вам удовлетворение хотя бы. Конечно, не такую радость, как раньше, но это действительно удовлетворение. Когда я смонтирую это видео, я и выложу, и буду читать ваши комменты, я такой, ну блин, ладно, нормально, нормально, нормально. Так вот, я еще напомню, что я хочу с вами поговорить по душам, и такое обращение делал, что у вас на душе. Уже пять человек прислали свои видео и аудио, я еще подожду и напомню вам об этом, ссылка на это видео в описании и в прикрепленном комментарии, перейдите, посмотрите, если кто-то еще думает, надо ему записывать или нет, пожалуйста, сделайте это, пришлите. Те пять уже, которые присланы, я еще немножко посмотрел, чтобы не разрывало душу совсем уж, но мне кажется, это будет полезно нам всем. Так вот, продолжая тему нашего видео все-таки, важна демократия, выборность, выборность, скажем так, выборность и конкуренция. Потому что, например, в тех странах, где нету многопартийности, в том же Китае, Компартии, вы что думаете, там нету конкуренции внутри коммунистической партии? Есть. Поэтому наверх и вылазят такие руководители, которые ведут Китай по интересному пути, по необычному. В России же, в Белоруссии это все сплошь назначенцы. Самое забавное, что даже Владимир Владимирович Путин, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович Путин тоже назначенец. Потому что вот эта кодла из престарелого Ельцина и кто там рядом были, Чубайс, какие там еще у него были приспешники провели, Березовский, провели операцию преемник и просто назначили Путина следующим президентом. Без всякой конкуренции каких-то, а то, не дай бог, коммунисты к власти придут. Да господи, пришли бы коммунисты к власти, какая разница? Все равно бы вот такого трендеца бы не произошло, как сейчас творится. Так вот, он не участвовал ни в каких дебатах, никакую свою программу не представлял. Вот вы можете даже, кто-нибудь может вменяемо сказать программу «Единой России» и Путина вообще в принципе. Просто, чтобы все было хорошо, что-то вот типа такого приблизительно. Ни один политик в демократической стране себе такого позволить не может. У него должна быть четкая программа по всем вот этим вопросам. И в дальнейшем, в общем-то, он не участвовал ни в дебатах, ни в конкуренции политической. Просто вот есть такой отдельный у нас царь и все. То же самое касается Лукашенко, который предъявит, что из Беларуси, типа, мол, ничего в российской политике не понимает. Потом под видом взрывов домов убрали выборы губернаторов, тоже стали назначать туда людей. Нету конкуренции нигде, ни в регионе, ни в принципе в России никакой политической. Все, кто хоть как-то вылазит наверх, они все притушиваются, сажаются, выгоняются из страны. И вот это постепенно все нарастало. И вот у нас итогом мы имеем войну с Украиной. А почему? Повторюсь, потому что Украина ушла из-под влияния России. Ну или можно сказать, почти ушла. И никаких других инструментов, кроме как завоевать физически, у России не осталось. Но прикол в том, что сегодня просто захватывать земли это не значит ничего. Постоянно ставят в пример США, которые там Ирак бомбили, Сирию бомбили, кого-то они еще не бомбили. Но обратите внимание, США же никого... Афганистан, да. США же никого не захватывает. Она делает условия развития чего-то в этой стране. Причем я лично считаю, что бомбежка Ирака, Афганистана, это все были глубочайшие ошибки. Это прогрессорство, в общем-то, из Стругацких. Ты, типа, приходишь на эту территорию, говоришь, мы сейчас сделаем вам демократию, а там не делается, потому что нету к этому предпосылок никаких. Но они точно не хотели присоединять эту территорию к себе. А у великих умов, которые управляют Россией, не получилось сделать из страны то, к чему будут тянуться ее соседи. Ни в культурном плане, ни в экономическом, ни в социальном, ни в каком. Единственное, кто тянется, это таджики поработать на стройке. И то, вот сейчас, как только все начало сворачивать, они потянулись почему-то домой, что в Таджикистане даже лучше жить, чем в России получается. Ну, разве сам факт того, что прибегнули к последнему средству, к войне, чтобы удержать Украину, не означает, что внешняя политика дорогого Владимира Владимировича провалилась? Разве это не провалом считается вообще, вот эта война? Мы не говорим про то, как она идет вообще, в принципе, чтобы прибегли к войне. Так вот, банальный вывод из всего моего этого видео. Россия могла быть великой, если бы она осталась реально федеральной, с реально конкурентными демократическими выборами. В Екатеринбурге пришел бы к власти Ройзман. Например, я просто называю те фамилии, кого я знаю. В Псковской области пришел бы к власти какой-нибудь Шлозберг. Господи, почему я одних евреев называю, да? В Москве Навальный там, предположим. Создавались бы партии другие. Они бы, кстати, не вместе были бы. Я уверен, что Ройзман, Навальный и Шлозберг, например, они придерживались бы разных взглядов, они были бы в разных партиях. Перед выборами они бы выступали в дебатах. Мы бы узнавали много нового. Один бы говорил, что лучше так сделать, другой бы лучше так сделать. Причем и один вариант, и другой был бы интересен. И правилен. Потому что нету, ну прям, ну не бывает такого, чтобы было неправильно. Потому что вот можно и таким путем сделать, и таким путем сделать. А сейчас мы в России имеем авторитарную власть, которая выносит наверх неталантливых людей, а неталантливые люди не могут конкурировать с талантливыми. Для конкуренции они все должны быть одинаково талантливы, понимаете? Вот и вся банальная причина. А сейчас Россия проиграла сама себе. Никто не мешал ей развиться нормально. Единственное, я хочу надеяться, что после этой войны что-то произойдет в наших странах, я имею в виду Беларусь и Россию, что вектор развития действительно изменится. Но, честно вам скажу, у меня веры в это нету. Только надежда. На этом все. Спасибо, что смотрели. Напоминаю про видео, что у вас на душе, ссылка в прикрепленном комментарии. Ну, а ваше мнение обо всем этом, надеюсь, прочитать в тех же самых комментариях. Всем пока. Слава Украине. Живи Беларусь. Слава Украине.